Приветствую вас и вы просите помощи. Вы говорите, что у вас пропал интерес к жизни, это означает внутренние конфликты, внутренние противоречия с тем, чего хотите вы, чего хотят от вас. Вы говорите, что вы не можете общаться с людьми, и это связано с тем, что у вас проблемы с осознанием себя, с представлениями о себе, и вот именно с этим и нужно работать. Во-первых, почему стали возможны противоречия между тем, чего хотите вы и чего хотят от вас другие. На фоне чего они появились. Второе, и самое главное, почему у вас проблемы с людьми, с общением, с общением с людьми. Ведь, когда мы общаемся с людьми, мы видим в этих людях себя. Через людей мы познаем себя. Почему вы боитесь себя познавать? Почему вы боитесь узнавать о себе что-то? Наверное, это раскрывает что-то такое, что вам не нравится. И вы не желаете это исправлять. Вы не желаете это устранять. Вы не считаете возможным это устранить. Почему? Знаете, стыдиться можно того, что человек может сделать, но не делает. Вот знаете, стыдно, когда человек может работать и не работать. Это стыдно. А когда человек не может, не умеет, боится, всего что-то стыдно. Тут не стыдиться нужно. А учиться. Учиться, стараться, открывать новое, основать себя. Взаимодействовать с кем-то. Надо найти свой идеал. Идеал поведения, идеал общения. Свои желания. Поставить превыше желания других людей. Поставить себе четкие цели. Добивать их на задачи. Достигать этих задач. Не строить иллюзии. Не создавать завышенных ожиданий. К тому, что вы делаете. И тогда все постепенно нормализуется. Чтобы вам помочь, нужно подробно разбирать вашу жизнь. Подробно ее анализировать, чтобы понять, с чего же все началось. Скорее всего, началось все с родителей. Детско-родительских отношений. Чего-то они вам не дадали. Нужно понять, почему не дадали. Причину этого. И подумать, как же получить вам то, в чем вы нуждались. Как пройти тот путь, который вы проскочили. Вам нужно вернуться назад и пройти его заново. И тогда у вас все будет хорошо. Но это работа. Это не ответ в таком формате. И это не решается в таком формате, к сожалению. Я вам сейчас направление только дал. Я вам сейчас только показал, в какую сторону нужно смотреть. Но предстоит работа со специалистом. И работа серьезная, чтобы сделать вас способной выжить в мире. Чтобы научить вас уважать свои желания. Доверять своим чувствам. Не тем чувствам, которые вам прививают другие. Нет. Своим. Своим. Лично. Тем, что есть у вас. И только тогда получится что-то сделать. Только тогда вы почувствуете, как жизнь вас наполняет. Пока вы живете не своими чувствами, вы живете в чувствах других людей. И по какой-то причине не соответствуя им, почему-то считая, что вы должны соответствовать им, вы естественно испытываете негатив. Вы испытываете фрустрацию, от которой хотите выйти. И вы знаете, это ваше желание, оно вполне логично здесь. Но, к сожалению, в целом деструктивно. Так что для того, чтобы вам помочь, нужна работа, нужен диалог с вами. Разбор того, что с вами происходит. Выберите эксперта на нашем ресурсе и начинайте с ним работать индивидуально. На самом деле, это не единственный способ вам как-то помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. .